АЛЬБЕРТ ДОМНИН Добили своего жителя СНТ Ясная Поляна. Власти пообещали сделать бедико-укрепление реки Китой около садоводства путем так называемой каменной наброски. Защитное сооружение будет не капитального характера. Пока продолжается изготовление проекта. Сейчас необходимо определить, какие участки и строения попадают на место будущей дамбы. Их собственникам будет предложена компенсация. Если сейчас не укрепить бедик под угрозой затопления, окажется все садоводство. В июле 2020 года в результате разлива реки две семьи лишились домов, в которых проживали круглый год. На десятках участков погиб урожай. Победителем всероссийского конкурса лидер природоохранной деятельности в России стала Ангарская нефтехимическая компания. Она отмечена в номинации «Лучшая экологическая политика в области нефтеперерабатывающей промышленности». Предприятие ежегодно награждается престижными наградами за свою природоохранную деятельность. И вот новое достижение. Ангарская нефтехимическая компания – социально ответственное предприятие, прилагающее максимум усилий по обеспечению благоприятной экологической обстановки, которая предпринимает необходимые действия по обеспечению охраны окружающей среды, сохранению и восстановлению природных ресурсов. Культура, направленная на сохранение окружающей среды, является неотъемлемой частью корпоративной политики ПАО «НКРС нефти». Мы всецело поддерживаем эти направления и реализовываем все те мероприятия, которые приходят и которые мы сами здесь разрабатываем. На охрану природы компания выделяет значительные средства в приоритете снижения воздействия на атмосферный воздух, повышение качества очистки сточных вод, уменьшение образования отходов производства и потребления. С начала текущего года реализовано более 20 различных мероприятий для сохранения и восстановления окружающей среды. Например, уже несколько лет АНХК реализует экологический проект по искусственному воспроизводству ценных видов рыб. Мероприятия, реализуемые в Ангарской нефтехимической компании, они направлены на защиту водных объектов, так как рядом с нами протекает такая замечательная речка, как Ангара. И в первую очередь, наверное, мы заботимся о сохранении флоры, фауны этой прекрасной реки. Также одним из направлений Ангарской нефтехимической компании является сохранение и мониторинг окружающей среды. В рамках Дня нефтяника работники компании высадили более 170 деревьев, дополнив аллею, которая появилась в прошлом году. Также молодые специалисты АНХК впервые приняли участие в экопробежке в пойме реки Китой. В ходе трехкилометрового кросса навели порядок на прибрежной полосе. В экологических акциях по уборке города и региона сотрудники компании участвуют регулярно. Только в 2022-м в рамках Всероссийского субботника «Зеленая весна» очистили около 70 гектаров и вывезли порядка 50 тонн мусора. Такие мероприятия говорят об ответственном отношении предприятия к вопросам экологии. Ведь окружающую среду для будущих поколений сохранить необходимо. Альберт Домнин, Новости 360, Ангарск. Новая стоматологическая клиника с полным спектром услуг работает в Ангарске. Теперь получить белоснежную улыбку можно без долгих ожиданий и дискомфорта. Профессионализм, ответственность и вежливость этими качествами должен обладать врач-стоматолог. Именно такие работают в новой стоматологической клинике в 61-м квартале. Пациентов принимает взрослых и совсем маленьких. Для каждого индивидуальный подход. Профессиональная чистка зубов, протезирование, удаление и лечение – это далеко не полный список услуг, которые оказывает клиника. К нам обращаются пациенты с нарушением дикции, нарушением функции жевания. И мы стараемся все это им восполнить, воссоздать в полном объеме. Делаем протезы мы съемные, делаем несъемные, занимаемся протезированием на имплантах, изготовлением коронок из диоксида циркония, безметаллокерамика, виниры. Все это мы делаем на высококачественном новом оборудовании. Качество и надежность – два основных принципа, которым следуют врачи новой стоматологической клиники. Специалисты работают только на профессиональном оборудовании премиум-класса. Ценность клиники еще и в том, что срок ожидания тут минимальный, а цены ниже за счет собственной зуботехнической лаборатории. Я пришел работать зубным техником, потому что хотел дарить людям красивую улыбку, здоровые зубы. И новая стоматологическая клиника мне в этом помогает, обеспечивая меня очень качественным, самым новым оборудованием. Рентген также можно сделать сразу в клинике. Благодаря этому оборудованию врач видит полное состояние зубов. Здесь действует постоянная система скидок. Для ветеранов труда бесплатное протезирование. Акция для всех на имплантацию, а терапевт лечит два кариеса по цене одного. Видя то, какой пациент приходит до, и после, когда мы все протезируем, ставим коронки, ну это просто непередаваемое ощущение. То есть дарить людям надежду, улыбку, видеть их счастливые лица – это многого стоит. Новая стоматологическая клиника даст ощущение молодости, красоты и уверенности в себе. Стоматология работает с понедельника по субботу по адресу 61-й квартал, 24. Альберт Домнин, Ксения Высоцкая, Марина Минченко. Новости 360 Ангарск. К трём с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима приговорил суд инструктора по дайвингу, по вине которого скончался 28-летний ангарчанин. Напомним, трагедия случилась летом позапрошлого года. Тогда в ходе погружения в Байкал на глубину, что запрещено для людей без специальной подготовки, молодой мужчина погиб в результате баротравмы легких. Следователи установили, чтобы сэкономить свое время, инструктор не провел с клиентами должный инструктаж по технике безопасности, не проверил состояние здоровья. Осужденный взять под стражу в зале суда. Не переключайтесь, далее немного полезной рекламы. Легендарное ателье «Соболь» реализует верхнюю одежду из натурального меха и кожи через собственный комиссионный магазин. Хотите сэкономить? Тогда в «Соболь». Качественные шубы по оптимальным ценам. Все меховые изделия проходят жесткий контроль и оценку. Ателье «Соболь». 177-й квартал, дом 1. МРТ-диагностика с современными и точными аппаратами в центре «МРТ-Лидер». Специалисты «МРТ-Лидер» проводят высокотехнологичные исследования. Ведь вовремя поставленный диагноз – залог успешного лечения. Диагностика без очередей в удобное для посетителя время. Диагностический центр «МРТ-Лидер». 277-й квартал, дом 22. Ищу помощника в офис. Телефон 8-914-913-6310. 8-914-913-6310. Международный день волонтеров отмечают 5 декабря. Этот праздник могут считать своим все те, кто готов безвозмездно помогать другим. В благотворительном фонде «Право на жизнь» работают люди, неравнодушные к бездомным животным. С ними пообщались наши журналисты. Организация «Право на жизнь» появилась в Ангарске 12 лет назад. Тогда инициативная группа из трех человек стали оплачивать стерилизацию бездомных животных. По некоторым данным, тогда в городе их было около 2,5 тысяч. Сейчас по последней переписи 291 четвероногий. Мы начали с того, что начали стерилизовать опасные для города стаи. Помогали людям пристраивать на рожавшихся щенков и уменьшать количество бездомных животных гуманным путем стерилизации либо частичное пристройство в добрые руки. За 10 лет работы волонтерам удалось пристроить в добрые руки более 4 тысяч бездомных животных. На сегодняшний день в приюте ждут свой дом 53 собаки и 60 кошек. Многие животные находятся на передержке у неравнодушных людей. Каждый волонтер наш – это мини-домашняя передержка обязательно. Потому что человек, который приходит сюда и понимает, что есть очень тяжелое животное, которое в условиях приюта невозможно выходить, забирает домой. И, как правило, тяжелое животное, очень много сил, любви, энергии вкладывается. Ты его уже потом просто, по сути, не можешь пристроить. Ты считаешь его своим, и они настолько искалечены и больны душой, что оно уже никогда никуда не пристроится. Таких люди, как правило, не берут. Сейчас на постоянной работе в благотворительном фонде трудятся 15 волонтеров. Они консультируют людей по вопросам, связанным с содержанием животных, оказывают помощь после стерилизации, кормят и заботятся о четвероногих. Занимаются разным. Кто-то только пиаром. Кто-то тем, что приходит, кормят, убирают, лечат животных. Кто-то возит на стерилизацию, кто-то возит в ветклинику. Кто-то работает с опекунами животных на территориях города, садоводства, по разным точкам. Кто-то занимается тем, что спасают кошек в подвалах, отлавливают, стерилизуют домашних, бывшедомашних ручных пристраивают, остальных выпускают, работают с населением города для того, чтобы не убивали этих кошек, не забивали в подвалах. То есть повсеместно, каждый день волонтеры, женщины приводят 10 ведер, собирают садиков со школ, отходы для того, чтобы накормить вот этих вот собак. Делать добрые дела может каждая, заодно и получить массу положительных эмоций, считаю, в благотворительном фонде. Просто погулять с собакой уже будет большой вклад в копилку добрых дел для бездомных животных. Также нужны рабочие руки, водители, помощь продуктами и лекарствами. О других видах помощи можно узнать на сайте благотворительного фонда «Право на жизнь» или связаться с ними по телефону. Ксения Высоцкая, Марина Минченко, Новости 360, Ангарск. Ермак продолжает игры в рамках регулярного чемпионата ВХЛ. Накануне в гости к Ангарчанам приехали хоккеисты Красноярского «Сокола». Напомним, эта игра стала для оранжевых первой после ухода главного тренера команды Евгения Зиновьева. Как проходил матч далее. Гимн России. Матч начинается. Напомним, если первые годы противостояния с «Соколом» заканчивались практически постоянно поражениями последнего, то сейчас красноярская команда уже не та, как, впрочем, и Ермак. В этом матче мотивация была высокая у обеих дружин. Отсюда и скорости. Атаки следовали одна за другой, но забить не удавалось никому. Острее нападения проходили у гостей, поэтому ангарскому киперу приходилось тяжелее. А за полторы минуты до конца отрезка в момент одного из контр-выпадов «Крылаты» с успехом разыграли классическую комбинацию. Вторая треть по накалу. Первый ни в чем не уступала, но у гостей атаковать получалось чаще и быстрее. И после удаления Андрея Ревацкого «Соколу» понадобилось 26 секунд, чтобы разыграть лишнего 0-2. Под конец периода «Крылаты» словили фолл, а в начале третьего остались на площадке втроем на 40 секунд. Но как оранжевые не старались, создать что-либо конструктивное не вышло. А потом от преследователей убежал Максим Цибин и, обыграв на противоходе ангарского вратаря, забил третий гол. Как ни старались потом хоккеисты Ермака вернуть себе хоть какую-то толику игрового преимущества, соперник не дал этой возможности. Альберт Домнин, новости 360, Ангарск. Если у вас есть темы для сюжетов, то звоните по телефону 54-88-07. Также напоминаем, все репортажи можно увидеть в наших группах ВКонтакте «Одноклассники». Еще больше новостей в нашем телеграм-канале «Ангарск», нижнее подчеркивание, 360. Это было все на сегодня. Говорим до свидания, но не переключайтесь. Далее прогноз погоды не только для ангарчан, но и жителей других городов Прибайкалья. В Байкальске 6 декабря облачно. Днем температура воздуха составит минус 7 градусов, в темное время до минус 13. Ветер юго-западный 1,3 м в секунду. Атмосферное давление 709 мм ртутного столба. В Листвянке переменная облачность. Днем температура поднимется до 8 градусов ниже нуля. К вечеру на термометре можно будет наблюдать до минус 10. Ветер северо-западный 3,5 м в секунду. Спонсор прогноза погоды – автошкола ДСААФ. Автошкола ДСААФ приглашает на учебу для получения водительского удостоверения категории А, Б, С. Опытных водителей для повышения квалификации. Защитное зимнее вождение и подготовка до ПОК. Также приглашаем на курсы подготовки охранников 4, 5, 6 разрядов. А теперь о погоде в Ангарске. Во вторник пасмурно, днем минус 9 градусов, ночью минус 12 и снег. Ветер западный 2,4 м в секунду. Атмосферное давление 730 мм ртутного столба. И на этом у меня все. Смотрите метеопрогноз на канале Ангара Медиа. А я желаю вам отличного настроения в любую погоду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова